Почти 60 вопросов, из них 19 законопроектов. Предстоящая сессия областных депутатов обещает быть насыщенной. Пройдет она завтра, 28 октября. Особое внимание парламентарии уделят эпидемиологической обстановке в регионе. Заслушают и обсудят подробный доклад оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме того, депутаты рассмотрят законопроект, повышающий величину прожиточного минимума для пенсионеров на следующий год. В случае, если закон будет принят, то прожиточный минимум подрастет до 12 тысяч 14 рублей. Также на сессии будут обсуждаться меры поддержки для предпринимателей. Речь идет о том, чтобы продлить льготы, так скажем, нулевую ставку для тех людей, которые впервые организуют свой бизнес и работают по упрощенной системе, либо по патентной системе. Эти льготы предлагается продлить до 2023 года. Есть еще много важных инициатив, которые будем рассматривать. Есть инициативы от муниципальных образований, к примеру, с Плесецкого районного переименования, с Виноградовского района. Мы будем рассматривать вопрос о возможности перевода рабочего поселка Березник в сельское поселение. Данная инициатива позволит отдельным категориям граждан, например, педагогам и медикам, рассчитывать на дополнительную социальную поддержку. О самой территории участвовать в федеральных программах. В рамках правительственного часа парламентарии обсудят вопросы развития медицинской помощи и молодежной политики в регионе. Продолжение следует...